Чтобы через 10 лет в составе сборной России мы могли увидеть севастопольцев, сегодня приняли концепцию развития нашего футбола. Одно из направлений, в котором реализуют планы развития этого спорта на профессиональном уровне. Интеграция Севастополя и Крыма, нашего футбольного союза в РФС, возможность играть наших игроков в чемпионатах России, это мощнейший импульс развития футбола. Прежде всего детского футбола, это отсутствие ограничений для детей, те, кто могут с детских пор, со школы развиваться и иметь спортивное будущее. Вот эти ограничения должны быть сняты. И для этого мы сделаем все, чтобы и инфраструктура города, и кадры, преподаватели, школы, спортивные учреждения и возможность играть в кубках у Севастополя была. Стать профессионалами севастопольские спортсмены смогут не покидая города. За пять лет на базе футбольного клуба «Севастополь» построят академию. Сейчас обсуждают, будут ли это специализированные классы для обучения или интернат для футболистов. Мы обсуждаем сейчас по академии только формат. То есть можно гигантскую академию сделать, никаких средств бюджета не хватит ее содержать. А можно сделать компактные образовательные модули именно здесь, в рамках данного земельного участка. Вот такой объект можно создать в ближайшие три года. В ближайшие полтора года возведут здесь и дополнительный стадион. В этом году начнут проектирование спортивного объекта. Уже позаботились и о преподавательском составе. Первые 25 человек принято на соответствующую подготовку в СевГУ. Уверенный шаг в развитии делает и любительский футбол в городе, чтобы привлекать в спорт севастопольцев с детства. Во дворах построили много спортплощадок и строить продолжат. Цель, чтобы количество играющих с трех с половиной тысяч возросло к 2022 году до десяти. Для этого в школах введут новый предмет – футбол. Массовый спорт, массовый футбол, который мы видим в реализации и в развитии по двум основным направлениям. Это образовательные организации города Севастополя, организация процесса на территории образовательных учреждений. Это как общеобразовательные школы, детско-юношеские клубы, так и высшее учебное заведение, и среднее специальное учебное заведение. И, соответственно, любительский футбол, который объединяет и ветеранский футбол, и, соответственно, иные направления развития футбола, детско-юношескую футбольную лигу. Развивать нацеленную материальную базу и тренерский потенциал государственных школ спортивного резерва номер 3 и номер 8. А вот в качестве преподавания в частных клубах представители ФК «Севастополь» усомнились. А что ждет севастопольский футбол через четыре года, узнали Юлия Ефремова и Михаил Волобуев. Информационный канал «Севастополя». Продолжение следует...